Дима, ну, эта ночь не стала исключением, Россия опять атаковала, ракетами атаковала Украину, целую ночь фактически ракеты падали на Украину, и вот в Кривом Роге путинские фашисты попали в многоэтажку, жилой дом, пятиэтажка, уже известно об 11 погибших, еще, я так понимаю, не всех из-под завалов даже достали, много людей в больнице в тяжелом состоянии. Скажи, пожалуйста, а вот на фоне этого вчера, по-моему, ночью появилось видео, как Путин где-то в Кремле на приеме в окружении своих прихлебателей, ну, я там видела Эрнста, точно, еще кто-то был, стоя с бокалом шампанского, рассказывал им о том, что Украина, как же так, продолжает бомбить, мирные города и жилые дома убивать, как же Украина так вот... Олеся, я дал это видео буквально час назад у себя в инстаграме и подписал его так, ты ему в глаза, а он божья роса, это тот самый случай, ну, преступник, преступник, садист, изверг, мы еще поговорим, наверное, я только что изучил, он встречался в Кремле с военкорами русскими и тоже впаривал им чушь. Но ты знаешь, что интересно, вот вид его сегодня мне понравился, он выглядит каким-то подавленным, что-то с ним не так, я же за ним наблюдаю, ты знаешь постоянно. Вот сегодня мне он не понравился в том плане, что выглядит плохо, и это мне понравилось. Теперь, что касается высыпаюсь ли, тут пишут, Дмитрий, вы высыпаетесь, хочу ответить, посмотрите, сижу спокойно, никуда я не высыпался нормально на месте. И песок тоже пока не сыпется. Песок не сыпется, сам никуда не высыпаюсь, все нормально. Ну, конечно, ночи бессонные, но что делать, ребята, мы живем на войне, это такие обстоятельства, я философ, я фаталист, это такие обстоятельства нашей жизни, мы их принимаем. Мы ждем нашей победы, мы делаем для нашей победы все, кто что может. И такие мелкие неудобства, как невысыпание или нахождение где-то в убежищах, ну что делать, это издержки этой проклятой войны. Я, пользуясь случаем, хочу сказать еще раз повторить всем нашим зрителям, которые находятся в Украине. Ребята, начинается тревога, мерами безопасности, предосторожности, потому что вот тоже я смотрю в кривом роге в этой пятиэтажке, люди говорят, мы спали и раздался шум. Ну, что же вы спите, ребята, ну спать не надо. Я понимаю, что хочется, но жизнь дороже, спать не надо. Надо вставать и идти в укрытие или сидеть между стен. Правило двух стен работает тоже. А что ж теперь говорить, мы спим, ну не надо спать, ну что делать? Да, он рассчитывает, Путин, на то, что... На что он рассчитывает в случаях этих варварских бомбежек Украины? На две вещи. Первое. На то, что люди устанут, простые люди, и скажут президенту, давай договаривайся с этим Путиным, мы хотим уже выспаться. Нет, этого не будет. Мы будем не высыпаться, мы будем сидеть ночами в убежищах, мы будем ходить, может быть, целый день какие-то не такие, но мы не пойдем на контакт с этим чудовищем. Пусть не надеется. Украинцы не такие, он до сих пор их не понимает. Он сегодня с военкорами опять, вот что такое у человека родовая травма. Он опять вспомнил третий тур выборов Ющенко, ты представляешь? Он говорит, а что они вот тогда устроили третий тур? Тебя это... Тебе-то что? Ты со своей страной разбирайся. Что ты лезешь сюда? Хотим, устроим, не хотим, не устроим. Понимаешь? Родовая травма у человека. Комплекс этот. Украина это глубокая такая заноза в его жопе, понимаешь? Теперь по поводу второму, что я хотел сказать. Почему Путин так бомбардирует Украину, бомбит Украину? Принцип один, не доставайся, что никому называется. Ну, разбомблю побольше инфраструктуры, побольше досажу гражданам. Раз вы не хотите в Россию? Раз вы так нас не любите? Ну, смотрите, буду вам все разрушать. Ну, и это не достигнет цели никакой. Украина большая, все не разрушит. Ну, что? Ну, одна ракета, один дом. Где он столько ракет возьмет, например, условно говоря? Да нет, ну, не одна ракета, один дом. Это там же часто просто осколки ПВО. Олеся, да, но это все детский сад. Ничего у него не получится. Он больной на голову. Больной на голову старый пожилой человек с деменцией явной, с зачатками так точно. Вот, ничего не получится. Но не настолько больной, чтобы не предстать перед судом. Да-да-да. Туда и больные, и хромые, туда все пойдут. Да, когда мне кто-то говорит, смотрите, да он вообще шизик, да он вообще сумасшедший. Я говорю, не-не-не, секунду. Он не шизик. Он все нормально для суда, он подсуден, и он обязательно перед ним предстанет. Дай Бог каждому иметь такие мозги. Не будем представлять из него шизика, что он шизик, и что он слабоумный. Не-не-не-не, там мозги работают. Просто он надорвался на непосильной работе за долгие годы, и он не понимает многих моментов. Он реально не понимает Украину. Вот реально, ты понимаешь? Он думает, я уверен в этом, он думает, что как же так, русские, украинцы, белорусы, это же один народ. Но они же говорят типа на одном языке. Но это же один народ. Мы же вместе в Советском Союзе жили. Но я же с украинцами общался в Советском Союзе, в Ленинграде я помню. Но это же одни люди, одни и те же. Но как это так? Что они говорят, что мы другие? Какие другие? Да это американцы делают из них других. Вот его тема. Ты знаешь, даже не хочу анализировать, что в этой голове, потому что это копаться в каком-то злом говне. Да. То, что в голове, это реально, это как у маньяка, который уже свихнулся от количества крови. И ты знаешь, когда мы сейчас с Матвеем Гонопольским об этом говорили, как раз мне... Лично с самим Матвеем Гонопольским? Да. Лично с самим Матвеем Гонопольским. Молодец. И я сказала, что посмотрите на лица тех, кто его окружал, вот когда он стоял с этим бокалом и доказывал, что это Украина бомбит жилые дома, а не Россия. Посмотрите на эти лица. То есть те, кто еще вот стояли глаза в глаза, они там пытались как бы типа делать вид. Те, кто боковым зрением, ну, то есть он их не... Эрнст скучал. То есть они читаются, что они-то все понимают. Они-то все понимают. То есть, ну, кому ты впариваешь? Это уже, ну, такая, знаешь, стадия... Ты знаешь, как Эрнст назывался в Кругу Узком в свое время? Йопрст. Не Эрнст, а Йопрст. Ну, так его называли, я помню, Йопрст. Военный преступник, хочу сказать, Эрнст. Конечно. Военный преступник. Вот, пусть не думает, что ему удастся увильнуть от наказания. Бедный, он уже так прикрывает свою гомосексуальность в стране, которая ненавидит геев. Так бедный прикрывает. Ну, наш там на лице и везде. По нему уже и женился бедный. Лишь бы доказать, я не гей, я не гей. Ну, а кто ж ты? Второе ничтожество стоит рядом. Карен Шахназаров, кинорежиссер, художественный руководитель Мосфильма. Еще один военный преступник. Мы помним все его речи, все записано, все складировано. Все его речи у Соловьева, это глубоко антиукраинские, античеловеческие речи. Это отвратительный персонаж, который, кстати, снял несколько неплохих фильмов. Я помню «Курьер», там я смотрел, что его еще. Вот. Занимался бы фильмами. Нет, он поперся в эту плоскость, там, где против Украины надо выступать. Ну, понятно почему. Даже если он так не думает, зато стал художественным руководителем Мосфильма. Получает огромные бабки на прославление. Русской идеологии, русскомирской. Тырит там огромные бабки. Мы же понимаем, зачем они это делают. А чтобы скрыть, как он это тырит, он хвалит Путина и бронит Украину. Но это не освобождает его от ответственности. Ты знаешь, кстати, кто его отец был? Георгий Хасрович Шахназаров. Он был многолетним помощником Горбачева во время перестройки. Очень прогрессивным человеком. А этот выродок такой, видишь, у него родился. Это помоечные люди. Что Эрнст, что Шахназаров. Все остальные помоечные, отвратительные мерзавцы, которые будут отвечать каждый персонально. Персонально. Причем, я тебе скажу парадоксальную вещь. Путин может увернуться от ответственности. А эти ответят. Ты спрашиваешь, а что Путин может увернуться? А потому что может. У него есть чем торговать. В решающий момент может сказать, ребята, все, смываюсь, но не трогайте. Ну, запад пойдет с ним на эту сделку. Я так думаю.